Когда идет лекция по лучи, я в состоянии, как же это объяснить? И пытаясь достать это изнутри, образные примеры, потому что применение словами достигнуть невозможно понимания. У нас сегодня вторая лекция по лучи, и мы продолжаем об этом говорить, для того, чтобы студенты и просто люди могли понимать, что же такое лучи. И следующее, что бы я хотел сказать, это то, что для того, чтобы перейти на понимание лучей, нужно прийти по дороге разрушения. То есть, если вы хотите понять лучи, вам нужно разрушить все, что у вас есть. Все знания, все состояния, страхи, блага, от них нужно отказаться. Только через это можно понимать лучи. Потому что все, что мы накопили, оно разрушает за счет того, что сердце и разум неспокойны. Если у вас есть несколько домов, вы беспокойтесь о том, чтобы не залезли воры и не управлять что-нибудь. Если у вас очень много знаний, вы думаете, куда их применить, и вы тоже в состоянии поиска. Потому что все, что накоплено, оно требует удержания. Удержание это разрушает состояние, состояние мужчины. Возьмем ребенка. Ребенок, который только родился, он счастлив. У него нет ничего. Он находится в нулевом состоянии. И вот разрушить взрослого человека, это значит вертянутся к состоянию ребенка. То состояние, в котором нет ничего. Даже нет времени. Ребенок, он, младенец особенно, он живет в настоящем. У него все происходит естественно. Сосед, заходящий в гости, это может быть рецидивист, это может быть священник. Для него это не важно. Он не оценивает, кто это. У него нет логики. Он не просматривает будущее и прошлое. Он не связывает. Его разум и сердце спокойно. Он живет здесь и сейчас. Если он играется с игрушкой, то его сердце находится в этой игрушке. И он радуется ей. Если в нем он не переключить на другую игрушку, сердце перебрасывается на другую. Он уже любит эту игрушку, а эту выбрасывает. Обычный человек, который уже взрослый, он не может так делать. Он не может так бросить то, с чем он сейчас игрался. Он это складывает. Он складывает, он складывает, и у него становятся горы всего. И это его разрушает. Потому что ему нужно это поддерживать. Он занимает на это время. Он пройдет очень много времени. И он не понимает, что это все путь к разрушению. Разрушению тела, а не пониманию лучей. Почему есть такое различие? Можно рассуждать о понятии «иметь» и «иметь». Если у вас есть дом, и в нем заставлено столько медиа, что вы не можете пройти. И если у вас дом, вы имеете дом, но при этом не имеете дом. Потому что вы не можете там жить. Там все заставлено. Имеете окно или не имеете окно. Если у доми есть дырка, то это окно. То есть дырка является окном или не является окном. Имеете, не имеете. Если мы не кушаем, не дышим. Имеем ли мы жизнь или не имеем. Многие люди видят только то, что имеют. Они не обращают внимания на то, что не имеют. Но природа этого одна и та же. Если стоит предмет, то это иметь. А тени предмета это не иметь. И вот понимание «иметь» и «не иметь» – это понимание о куче. На самом деле, когда мы говорим о доме, и внутри дома мы заставляем мебель, мы уже не имеем дома. Но пространство мы имеем. Убрав мебель, мы опять имеем пространство. Оно никуда не делось. Оно всегда было там. И вот эта граница между «иметь» и «не иметь» – это является важным элементом для понимания кучи. Если человек хочет идти по пути кучи, стандартно он поступает так. Он много имеет. Имеет, 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 имеет. Большое имущество имеет. Машины, дома имеет. Потом он идет и пути не имеет. Он разрушает и отказывается от этого всего. И приходится стоять ребенка, у которого ничего нет. Он только родился. И познавая вот эти два противоположности «иметь» и «не иметь», он потом и следует иметь. И это открывает мудрость, которая приводит к вучи. Состояние мудрость сложно описать, потому что вот в этом понятии, которое я объяснил «иметь-не иметь» мы имеем предметы, имеем материальное, имеем то, что можно ощущать. А вот то, что «не иметь» в момент имения, это состояние ума. То есть, иметь этот предмет, а не иметь это состояние, в которое вы можете войти. И таким образом мы практикуем ум. Почему хорошо заниматься тай-чи и вучи? Потому что во время движения, когда мы двигаемся, мы используем тело. Тело обладает такой способностью, что оно приводит в баланс разум и сердце. И когда разум и сердце находятся в балансе, то ум контролируемый. И мы понимаем, что такое «иметь» и «не иметь». И мы можем достигнуть состояния ума. В нашей школе для понимания вучи есть форма. Форма – это движение тела, которое позволяет описать Вселенную. Первый комплекс называется «12 магических движений». Это форма описания галактики. Как создавалась галактика, как создавалась Земля, как создавались планеты, используя движение. В движении мы используем руки и ноги. Руки и ноги – это элементы. Вода, огонь – это алдерево. А тело – это земля. Если мы двигаем только руками и ногами, это то же самое, что мы приказываем кому-то что-то делать, не имея на это права. Командуем над кем-то, не имея на это никаких прав. Руки и ноги, связанные с Землей, имеют тогда основу, фундамент, то, от чего не отталкиваются, тогда не имеют силы. Селезенка является землей, центром. Руки, ноги – селезенка – земля. Соединяя руки, ноги и землю в движение, мы, используя кое-чьи «12 магических движений», можем привести в баланс разум и сердце, потому что оно их связывает. Есть несколько состояний Чи или Ци. Есть Ци, которая полученная нами от предков, и Чи, которая наработанная вами. От предков мы получаем, мы делаем Ци в почках. И она дана нам от папы с мамой на 50-60 лет. В это время, конечно, вы можете ничем не заниматься, но это время нам дано для того, чтобы набрать свою Ци, с помощью которой вы живете в следующих 50 лет, 50-60. Энергия, которую мы набираем, находится в земле, в селезенке. Эти два энергетических центра друг друга поддерживают. Для чего вам нужно 12 движений тай-чьи? Дело в том, что с помощью этих движений мы наполняем энергией селезенки земли, которая питает почки и таким образом поддерживает рот. То есть, используя тай-чьи, вы наполняетесь энергией, сохраняя ее власти земли, селезенки, которая дает силу почкам и поддерживает энергию данных с рождения. Считается, что час занятий тай-чьи дает час энергии. Если вы 40 лет занимаетесь тай-чьи, вы получаете еще плюс 40 лет жизни. То есть, вы делаете сами выбор, сколько вы хотите жить. Вы можете просто выполнять форму и за счет этого иметь дополнительную энергию. Работа с энергиями, работа с телом, работа с сознанием, с дыханием, регулирование разума и сердца, где у нас соединяется душа и дух, выход в различные состояния, формирование новых характеристических тел – это все в лучи. И самое интересное, что мы к этому идем через движение. То, что, видимо, это не предмет, который можно потрогать. Это то, что мы не имеем, но имеем. То, что мы не имеем, позволяет нам выйти в состояние в лучи. Поэтому, для того, чтобы начать то, что я начинал изучать в лучи, нужно отказаться от того, что имеем. Если человек очень богатый, если он король-люмионер, ему очень сложно отказаться от того, что он имеет. Но если он это делает, он находится в состоянии в лучи. Он познает себя. Он входит в это состояние, благодаря которому его душа и дух становятся иными. Они как бы соединяются с Творцом, и он видит то, что раньше не видел. Люди говорят о том, что это состояние мудрости, как более понятно. И после этого он опять переходит в состояние мудрости. Это очень важно, потому что многие думают, что «А, я столько имею». Мастер будет отказаться от того, что имеешь. Что же потом? После этого все переворачивается, и ты опять имеешь, но в другом качестве. На другом уровне. И это дает счастье. Потому что то, что имел до этого, ты вроде бы его умел, но оно много приносило вопросов и проблем. Ты беспокоился о том, как это сохранить. Нанимал охрану, звонил, еще что-то делал. Проглотал таблетки, голова болела, как же ты все сохранить, миллионы. И только что ты это имел, ты не имел счастья. Но то, что ты будешь иметь после, это дает счастье. Потому что разум и сердце находятся в балансе, спокойном. Если описать воином лучи. Воин лучи – это воин, который заходит в логово тигра для того, чтобы взять тигренка. Он находится в состоянии лучи. У него нет страха. Он – никто. Астер лучи – это состояние «кто я?». И он зашел к тигру, и тигр его не видит. Он – пустота. Ну, любое сознание. Тигр нас видит тогда, когда сознание наше встревожено. Когда мы нервничаем, когда мы дергаемся, когда движения не связаны. И если разум и сердце спокойны, то все, что нас окружает, царство растений и животных, они находятся с нами в балансе. И если описать состояние тай-чи и лучи во время поединка, то когда двое ведут поединок, состояние тай-чи – это когда вы соединились с ним и находитесь с ним в унисон. И вы чувствуете его. И в этот момент вы вдвоем как один. Как одно целое. Он двигается и вы двигаетесь синхронно. Он ударил, и ваша рука ушла. Следует тому движение, которое он послал. Но вы все равно двое, потому что нужно два человека. Вы одно целое, но вас двое. А в состоянии в учи – вы одно целое, но вы в нулевом состоянии. Вас нет. Тай-чи – вы одно целое, но вас двое. В учи – вы одно целое, но вы ноль. Вас нет. И если постигнуть состояние в учи, ум, разум, сознание соединяются с пространством. А пространство – это энергия. Энергия – это пространство. Это как предмет и тень. Иметь – не иметь. Пространство, энергия – это одно целое. Если это понять и в это состояние войти, используя движение, то вы будете обладать энергией. Вы энергию можете трогать, задевая ее пальцем. Она везде находится, как у вас. Когда вы входите в состояние лучи, вы можете положить себе на ладонь мысль, что здесь находится предмет весом 5 кг. И вы будете его ощущать. Потом вы представляете, что этот ушок и рука улетает вверх. Мысль. Ум создает предмет, который обладает энергией, и вы ощущаете массу. Вы даже можете этот предмет бросить и нанести ему удар. Кажется, что это что-то фантастическое. Типа такого не может быть. Но если вы не понимаете и не знаете ничего этого, это не значит, что этого не может быть. Мастера этим владеют и преподают это естественное состояние для мастера вучи. Мастер вучи – это не мастер кунг-фу и не мастер тай-чи. Вучи – это как пра-пра-пра дедушка. Кунг-фу – это младший сын, младшая дочь в семье. Тай-чи – это старший сын, старшая дочь. Это даже не папа, мама, не бабушка, дедушка. Состояние вучи очень высокое. Мастер в состоянии вучи – он как человек мира. У него нет привязки к тому, что ему надо, не надо. Он не думает о том, что будет есть, не будет есть, есть деньги, нет денег. Оно приходит само собой. Он находится в этом состоянии. Если бизнесмен сможет войти в это состояние, он будет успешен. Если семья находится в этом состоянии, она будет счастлива. Это состояние младенца. У него все хорошо. Он радуется жизни. Он смеется. Как только внимание он падает на игрушку, он радуется. Здесь клубника, он радуется, он уже забыл про эту игрушку. Обратите внимание, что у него все есть. О нем беспокоится Создатель. О нем беспокоится все и все. О нем беспокоится вучи. Даже мама в этом состоянии перед ним, она вучи, потому что она о нем беспокоится. Вы говорили о том, что есть форма 12 движений Тай Чи. Это основа вучи. Это движения, которые позволяют понять корень. Когда мы стоим в статической стойке и делаем движения, мы познаем основу, корень. Мы стоим на земле. Земля позволяет нам понять род. И таким образом мы понимаем свою душу. Через землю, через статическое положение, через душу мы приводим баланс дух. Если дух у нас находится в балансе, все остальное происходит само собой. Вам не нужно думать о том, как произойдет. Оно происходит само. И в статической форме, познавая корень, вы понимаете суть, смысл, состояние, кто я. И потом вы начинаете двигаться, перемещаться ногами. И корень двигается за вами. Вучи идет за вами. Где вы, там вучи. Это как тень, которую не видно, и которой бы нет, как бы, но она есть всегда. После этого форма 12 магических движений вучи переходит в 12 магических движений вучи. Форма. 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 Для чего нам нужна форма? Изучая форму, вы познаете себя и свое тело. Для того, чтобы потом перейти к бесформенному. Познавая бесформенно, вы можете перейти к ущи, потому что вы поняли, что такое форма и бесформа. И тогда вы можете говорить, что форма – это бесформенная, а форменная – это форма. То есть, это два состояния, которые вы изучили, поняли, и они больше вас не беспокоят. Почему человек волнуется и почему у него разум не в балансе? Потому что он не умеет что-то делать. Не уплюживает, спотыкается, не может приготовить. Его волнует форма, тело, состояние. Выполняя комплексы, форма, мы познаем форменную. Мы приводим в баланс свой разум. А разум приводит в баланс сердца. И все опять происходит одно и то же. Поэтому метод тренировки и изучение формы позволяет вам успокоиться и привести в равновесие все, что внутри вас, на уровне головы. Тело обучает голову. Это основной момент, который нужно понять, почему преподается конфу в учи и каким способом. От тела к уму и разуму, к сознанию, а не от ума к телу. Это даоский принцип. Если взять плод, который висит на дереве, и он уже высох, вот эта оболочка, которую нужно отбросить, это то, что мы накопили. Это наше имущество, страх и состояние, которое появляется оболочка, которая уже высохла. И когда плод падает к земле, к земле, к сервизерке, к энергии, к роду, разрушается его оболочка и зерно попадает в землю и вырастает новое дерево, новый плод. Вот этот момент, когда вырастает новое, из того, что упало и разрушилось, это и есть состояние в учи. Рождение нового из того, что было, отбросив все, что не нужно, а не тащить за собой все, что у тебя есть. Это то же самое, что вы едете на юг и тащите за собой трехкомнатную квартиру, машину и шкафы с имуществом. Как вы будете отдыхать и в каком вы будете состоянии. Успех и счастье, радость и здоровье находятся внутри понимания в учи, через тайчи. А изначально чиконг или цигун. Цигун, тайчи, фучи, три слона, перед которыми параллельно, одновременно, как иметь, не иметь, как предмет и тень, идет кунг-фу. Кунг-фу, тайчи, лучи, тень, предмет, сила, тело и то, что находится на уровне сознания, ума и понимания. Привести в равновесие тело и сознание – основная задача занимающихся. На самом деле это несложно. После того, как вы это понимаете, вы уже почти на 30-40% в пути. Осталось только отбросить, разрушить то, что является тем, что вас тянет назад. То, что нужно откинуть, это у многих создает серьезные вопросы. Отбросить то, что я имею, а как же я буду без этого? Так это же мой же шкафчик, это же моя одежда, так это же мои деньги, которые я заработал. И что потом? Как только вы думаете, что потом, и что это такое, то сознание, вы посылаете мысль, которая вас разрушает. Я хочу пожелать вам, чтобы вы вошли в состояние мужчин, стали спокойные, уравновешенные, привели в баланс свою разуму и сердце. И нашли себя. Кто я? Для начала этого пути очень важно. Кто я сейчас, хотя бы, на планете Земля? Тогда, возможно, пути откроются, и вы будете знать, куда идти. Спасибо.